Девочка-пай 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 24 заместников от 1613 до 1617, ale были то злотницы, маларze, аптекарze, загармиссцови, разные заводы, можно сказать, и каждый один элемент, который есть в этом кабинеце, это не как например есть лыска математичная, то есть лыска, которая себя занимает, где есть загар слонечный, где есть вахадло, то есть по-просто, есть tyle дробязгов, что кажется, что не есть возможность описания этого мебла и завартости его. А кое szczególного выружняет этот объект? Слышно о том богатстве и по-прежнему собираешься очами. Каждый должен быть и посмотреть, потому что кабинет был установлено на столе, на нижней пухе это были прируди до писания, то были и нотесы, и пиура, и темперовки до пиура. Все в одном одном? В одной шуфлядке, и прызматы, прызмат, который был, можно было ним, как бы, прикладывать до очков, чтобы trochę очи отпочелы, но одновременно были также каком уряжене для прицепления папиру. Были осушачки, кауамары, это была как бы первая часть. Другая часть, это были прируди математичные и астрономичные. Такой был порядок вовремя света. И в этих прирудах астрономичных и математичных мы также также разные элементы. Вот такие лыжки, нозы, все такие астрономичные, астролабиум, то мирники, загары солнечные. Все, что помогало вовремя, как бы в баданиях, то это было. Позже были также накрытия столовые и то талеры, но также различные предприятия, как мы сейчас говорим о наряжениях или уряжениях многофункционных. Там тоже было уряжение многофункционное, то есть такой прируди, который служил до подгрызания зупы, до готовления яйка, до освежения поветра, до соседания волосов и термофор. Шкода, что сегодня такие прируди не существуют, только мы должны им иметь в сафах стосов, но существующие вещи не потребные, а используем только одну. Но именно поэтому я думаю, что нужно посмотреть, как это было сконструировано, где это было умещено, сколько элементов было в таком единомеде. Это невероятно. Так как пани говорили, тяжело в суме себе представить, даже как выглядит этот мебель. Подождаю вам, что богатые здобения и многость всего там. Очень богатые здобения. Позже есть, например, можно сказать, здобия, потому что там есть и медичные вещи, и тоалетные, есть гребения с кости сломиовой, гребения венецкие, есть шкодки... А в чем был выполнен этот мебель? Сам мебель был из древна хебаного, с окучами из сребра и выполненными из камней пулушлахетных. Из камней пулушлахетных? Так выглядывал сам мебель. Но большинство элементов, которые там были, были сребром позлаканы сребром. Так что очень много и тоже с использованием из шлахетных камней. Такие вещи, например, кулу до грязания рога, кулу до холодения рога, то на правде, то нужно увидеть, что количество материалов, какие там были, какие рычники, какие были до приховывания гребения, какие были такие, можно сказать, materiały, но именно с кисшенями. Так что то есть, ну, то есть что-то необычное. А в каком стиле есть выполнен этот мебель? То есть ренесанс, то есть ренесансовый мебель, который miał отверстие порядок этого света, то есть такой, ну, как бы всехсвят в пигуле. То есть так называемая коллекция особливости. То есть, да, очень хорошо. А где он сейчас сейчас находится? Потому что вы можете его только на какой-то час, как раз строительство на Дворце Ксюжон Поморских. Да, нет, кабинет этой версии 3D, то есть у нас на стае, то будет стае экспозиция. Но действие самого кабинета, так как, можно сказать, здесь замку, не были для нас ласкаwe. По выкащению династии Гриффитов, он был записан Брандебурчиком. През, уже на początku XX века, он был в музеум берлинском. Под конец войны, в результате, в результате бомбардирования, сплона была целая обуза, но осталось много элементов. И на основе этих элементов, которые себя заховывали, и в фильме с 1936 года постарались мы сделать такой речевистый кабинет в 3D. То сейчас запытам, когда и где можно поделить кабинет 2.0? Инаугурация, это в среду. В ближайшее среду, 9.00 лета. Так, о године 18.00, а потом уже каждый день от годины 11.00 до годины 18.00, опрошу понедзялков. А где, в какой зале на Замке Кс. Помоги можно увидеть? То есть «Скрыдло Пулноцное», «Вествие Б» от «Дужего дзидинца», «Первое пентро», «Сала Альжбетањска». Пани Йоланто, что еще в рамах этой выставы будет там на Замку доступно, например, для детей? Я думаю, что сам кабинет, потому что он для детей, потому что для детей, потому что каждый, по доткнику, каждый шуфладка выходит, выходит предмет и есть описание, омывание, до чего служит, с чего он сделает. А я думаю, что некоторые элементы... А то для детей тоже в сумме в сумме надае. Так, потому что они не знают, как какая-то праска выходит, какой-то млотек, какая-то подставка, тут, в общем, тут кулы. То, кажется, что это даже это заинтересование для детей. То, что каждую шуфладу можно вытянуть и из нее выходят какие-то посчегольные, очень интересные элементы. То, как такой невероятный дом для лалек. Очень сложный, очень длинный, очень красивый. А как душе в общем этот мебель? Как душе он был в оригинале, в своей первой версии? Он был более 20 метров в высоте. Меда 20 метров в высоте. Не литры стоу, потому что это была надставка над стоом и этот стул, как я сказала, был в зависимости от того, где бы хотелось бы это сделать, до какой-то партии, потому что он был от подставки до гуры парнасу, которая веянести этот кабинет, каждый элемент был использованный, каждая даже наиболее. А почему он сискал он слава как наиболее и наиболее скомпликованное дело в своем гатунку? Взвленту на эту специфику своей будовы, или может еще? Он был наиболее. На ворсесной Европе был наиболее. А сколько он тогда? В поровнании, скажем, что он могло бы примерно 800 флоренов, заплатил 12 000, а выценено его на 32 000. То есть как бы это преличить на цасы współчесные? Прошу о том не поймать. Но Хейнхоффер уже по теме... По теме, ровно-вартость уже смешкает в этом уходе. Я думаю, что это один за мало. Но Хейнхоффер уже никогда больше такого мебла не сделал. То есть единственный такой? Единый такой. Был с полным выпосажением единственный, потому что потом были также выполнены, но уже не были с теми элементами, которые были на желание Филиппа II. Шкода, что działания II wojны святовой немного не можно увидеть его в целой оказывации. Но не, но так как мы дожимы до того, чтобы привозить такой splendор этого двора Грифитов, такую святность, чтобы показать, что это был богатый богатый если не милитарный, то właśnie через эту культуру... Так, так, через эту культуру, через эту культуру, что это был ксюж лицовый на дворах европейских. В таком разе запрашиваем всех на Замек Ксюжон Поморских в ближшую вечернюю прошу нескольких часов. От 18. Я дякую за пребывание. Моим гостем была Джоланта Рыбкевич, дякую раз еще раз. В культой прерве а зараз по ней Festиваль Архитектуры. Запрошам! Дякую! 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 Дякую!